Братья и сестры, хотелось бы сегодня поразмышлять на уникальную тему, тему очень интересную и загадочную в контексте урока субботней школы. Братья и сестры, очень бы хотелось бы сейчас поразмышлять на тему очень важной лекции субботней школы. Тему я заглавил «Бог, спасающий в аду». Тематом есть «Бог, который выбавит, а ратует в пекле». Мы настолько благословлены Господом, что порой забываем одно очень важное слово. Это слово звучит очень просто – достаточно. Люди всегда хотят большего. И я не исключение. Когда я рассказывал опыты, помните, я рассказывал 200 грамм, пол-литра, литра, больше, больше и больше. Поэтому себе написал все это. Я хочу поделиться скромными размышлениями. Если бы мы обратили внимание на то, что имеем, мы имеем дома, мы имеем одежду, мы имеем пропитание, мы спокойно пришли, приехали в дом молитвы. Тысячи, десятки тысяч людей не имеют этого. Если бы мы верили, что Бог реален, что Бог есть любовь и что Он лично в моей жизни. Что даже количество волос на нашей голове сочтены Господом. Бог знает, через что мы проходим каждый. Если бы мы по-настоящему в это верили. Через что бы мы не проходили. Какие трудности нам бы не встречали в жизни. Какие бы беды мы не встретили с вами. Что бы злого не встретило, какие беды в жизни. Мы спокойны. Мы спокойны. Потому что Бог говорит. Бо Бог говорит. В том первоначальном тексте, 41 глава Исаии, 13-14 стих. Из Айаша, 41-й раздел, версеты 13-14. Ибо я, Господь, Бог твой, держу тебя за правую руку твою. Говорю тебе, не бойся. Я помогаю тебе. Не бойся. Черп Якова. Малолюдный Израиль. Я помогаю тебе. Говорит Господь. Искупитель твой, святой Израиль. Я говорю, Пан, Бук твой, держу тебя за твою правицу. Могу. Не бойся. Я тебе помогаю. Не бойся. Робачку Якове. Гарстку люду Израиля. Я тебе помогаю. Могу. Пан, твой откупитель, святый Израиль. Я лично не могу знать, через что вы проходите сейчас и с чем вы боретесь. Особически не знаю, через что вы сейчас приходите и с чем вы боретесь. Может, кто-то лишился работы. Может, кто-то тратил работу. Может, кому-то врач сказал о заболевании неизлечимом. Может, кому-то лекарь сказал о заболевании неизлечимом. Может, мы остались без средств существования вообще. Может, кто-то не имеет денег до выстарчивающих. Я не знаю. Не знаю. Но заверение Божье однозначно. Но Бог заповня своими словами. Восьмая глава послания к римлянам, апостол Павел пишет. В двадцать восьмом стихе. Жимян 8, 28. Так? Восемь, двадцать восемь. Жимян 8, 28. Притом знаем, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу. З нами же все служи ку доброму. Девушка, минутка. Римляна 8, 28. Я не читал на польском языке этот библейский текст. Не читал им тего по-польску. Но в нашем синодальном переводе. Но в прикладе синодальном не написано «может быть», а написано «твердо», «знаем». Там не есть написано «быть может», но написано «же есть». Это не то, что Бог послал нам эту беду. А то, что Бог использует все, чтобы обратить это во благо. А то, что Пан Бог использует это все, чтобы для нашего блага, для нашего добра это вышло. Многие из нас встречают беду в жизни. И мы не должны допустить мысль, что это Бог посылает нам. Есть тот, кто заинтересован, чтобы мы были в беде. Есть тот, кто заинтересован, чтобы мы были в этих бедах, проблемах. И каждый из нас это переживает. И каждый из нас это переживает. Я не думал рассказывать этот пример, но расскажу. Даже разрешения не спросил. Не хотел им тего оповядать, но оповем. На этой неделе я здесь, в городе Вислия. В этом тегорне я здесь, в городе Вислия. Обнимался с ангелом. Ангел был здесь. Притуляем ангела. Ангел был здесь. Вы можете этому не поверить. Но это то, что было пережито мной, моей супругой и нашей семьей. И это Бог возвращает во благо нам тоже. Имея небольшую сумму финансов польских. Моя супруга хотела нечто приобрести. И на этих радостях мы шли по городу, там по Янидло. И она их потеряла. Просто нужно было видеть глаза ее, когда она мне об этом рассказывала. Я не был рядом. И мы побежали искать, где она проходила. В тот день она многое потеряла, не только финансы. Откуда ни возьмись, появился мужчина, ангел в образе мужчины. И увидел, что мы что-то ищем. И спрашивает, что вы ищете. И моя супруга говорит, мы потеряли финансы, финансы потеряли. И он спрашивает, а какую сумму? И моя супруга называет сумму. И это не было просто одной купюрой суммы, там было несколько купюр. И он достает из кармана и протягивает ей эти финансы. И она на таких радостях заплакала и не знает даже, что сказать. Я обнял этого мужчину, поблагодарил, насколько я это мог. И когда моя супруга хотела его отблагодарить, повернулась и его уже нет. Жена хотела поденьковать, обручилася, но его еще не было. Это здесь висенье. То тут и было висенье. Притом знаем, что любящим Бога, призванным по его изволению, все содействует ко благу. Вемы же вшистку сплудяло для добра тех, кто же милую у Бога. И она не знает, как его отблагодарить и кого отблагодарить. Так. Жена не векого отбденьчить и як. Поэтому я не знаю, что вы переживаете. Я не знаю, какие вы мачете, но мы должны быть твердо уверены. Мамы быть твердо уверены. Меть pewnoсть в этом. Но заверение Божье однозначно. Он всегда рядом, он держит за руку и говорит, не бойся, я помогаю тебе. Зависит ли наше счастье от обстоятельств? Я задаю вопрос тебе и каждому. Какие могут быть варианты ответов? Да или нет? Вы ждете, чтобы я сказал правильный ответ. Я его тоже не скажу. Оцекуете, что я дам ответ, но я тоже не дам. Но реальность показывает, что и да, и нет. И так, и нет. На многие вопросы жизни у меня сейчас тоже нет ответов. Но знаю точно, что сатана ненавидит нас и он причиняет многое, чтобы мы усомнились в Боге. И даже когда мы собираемся идти на служение, он будет препятствовать в этом. Что я заметил с личного опыта, очень часто в пятницу, в день, когда мы готовимся по-особому к соботе. Очень часто в пятницу, когда мы готовимся по-особому к соботе. Сатана пытается многое сделать, чтобы помешать. Сатан делает много, чтобы нам прискликнуть. Давайте вспомним Иова, богатейшего человека на этой земле. В один миг теряет практически все свое имущество. Всего тратил в один момент. Всего, целый свой маянток. Потом своих детей. Потом своих детей. И находится в таком состоянии, когда у него три друга. И говорят ему, что ты виновен в этом. И есть такие ситуации, что мать трех приятел, кто уже говорил, что ты виновен в этом. Хорошая поддержка его. Бардо доброе, в спарче, да? Самый близкий человек – это его супруга. Говорит ему какие слова? Найближшая особа его жены, какие слова ему говорят? Погули Бога и умри. Как ему понять, что любящим Бога, призванным по его изволению, все содействует Кабау? Если я люблю Бога в благополучии и перестаю любить, когда все утеряю. Если кохам Бога, когда все утеряю. И перестаю миловать Бога, когда все утеряю. Как тогда можно назвать нас, как верующих людей? Поэтому я должен любить Бога, не от обстоятельств. Повинен нам кохать Бога не в залежности от количеств. А за то, кем Он есть. Только за то, кем Он есть. Потому что Он первый возлюбил меня. Бо Он первый меня покохал. И я не могу не ответить Ему любовью. Я не могу не ответить Ему взаимностью. Наш Бог помогает нам проходить через все испытания и трудности. Наш Бог помогает нам проходить через все испытания и трудности. Потому что при рождении Бога на земле. Это одна из тайн или тайнств. При рождении Бога на земле. То есть тайнница или одна из тайнств. Ну, немножко отступила тема. Есть две тайны. Это и по уроку свободной школы. И по нашему размышлению. Это великое благочестие, тайна. Бог воплотит. И тайнство беззакония. Или тайнство появления греха. И также появление греха. И особо углубляться и проникать в эти тайны, которые мы не поймем. Не стоит. Не стоит. Поэтому будьте очень осторожны. И следуя урок свободной школы. Одно из тайн. Тайна ада. Тайна смерти. Уважайте, когда будете студировать в дому лекции. Тайна смерти. Пекла. Пекла, так. Тайна смерти. Потому и тема сегодня. Бог спасающий в аду. Это тайна. Наш Бог помогает проходить нам все здесь на земле. Наш Бог помогает приходить нам на землю. Матеуша, первая глава, 23 стих. Первый раздел Матеуша, 23. Все дело во чреве примет и родит сына и нарекут ему имя Эммануил, что значит с нами Бог. Ото девица будет бромена и родит сына, которому нададо имя Эммануэл, что се тлумачит Бог с нами. Проходя через любые испытания жизни, Бог с нами. Приходяя через разные вы пробования, Бог есть с нами. Истинное счастье не зависит от вещей. Счастье правдивое не зависит от вещей. От занимаемой должности. От той посады, которую займуем. От величины комфортного дома. От величины комфортного дома, который мы имеем. То, что происходит вокруг. Истинное счастье не зависит от всего этого. Правдивое счастье не зависит от всего этого. Легко радоваться, когда дела идут хорошо. Но гораздо труднее радоваться, когда что-то идет не так. Библейский текст, которого даже нет в конспекте, я его вспомнил сейчас. Это первое послание фессалоникийцам. Первый лист фессалоникийцам. Пятая глава. Пятый розжал. Шестнадцатый стих. Шестнадцатый версет. Всегда радуйтесь. Завше все радуйте. Мы можем радоваться, потому что знаем, что Бог может обратить все беды во благо каждому из нас. Можем радовать еще, потому что Бог может обратить все беды к доброму для нас. Я отчасти хотел поделиться, чтобы вы это увидели реально. На самом деле мы это пережили. Вот эту беду во благо нам Бог обратил. Хочем поделить себя своим doświadчением, потому что такую беду, такую проблему мы пережили. И это послужило нам к доброму. Поэтому верьте, и в вашей жизни будет еще лучше, чем у нас. Мы можем радоваться, несмотря на обстоятельства. Бог плохое будет обращать в нечто хорошее. Даже если мы вели неправильный образ жизни, неправильно питались, последствия мы будем пожелать. Небольшой библейский пример в отношении, как Бог спасает в аду. Это жизнь апостола Павла. Мы немного о ней поразмышляем и сделаем некоторые выводы. Жизнь апостола Павла. Иллю миссионарских подружек Павел участвовал. Кто может мне подсказать? Кто может сказать? Да, конечно, неверный ответ. Конечно, я исследовал, копался, слушал, некоторых историков слушал. Склонный все к тому, что у него было четыре миссионерские путешествия. Очень много говорил, что он имел четыре миссионерские путешествия. Следующий вопрос. Сколько раз Павлу довелось быть арестованным? Какой раз Павлове выдержало себя быть арестованным? Подсказка два раза. Как долго длилась его первый арест? И как он проходил? Как долго трвало его первое арестование? И где был он арестован первый раз? И где это было первый раз? Это город Рим. Место Рим. А вот второй раз он тоже был арестован в Риме. За другим разом тоже в Риме был арестован. Только виды арестов были немножко разные. Только что было иной родзой арестования. Если первый арест, это был домашний арест. Первый, то было домовое арестование. А второй арест, это был уже последний арест. Он был помещен в такую очень глубокую бочку или яму, колодец. Его посадили в такую bardzo большую albo бочку, albo такие студни. Называется это Мамертини. Можете в интернете даже найти объяснение всего этого. Называется? Мамертини. Мамертини. Глубокая вертикальная пещера. Глубоко в земле 72 метра. То есть такие углубления в земле 72 метра. И там в этой яме он был приколан тоже по рукам и по ногам цепями к этой яме, к этой бочке. И на ренце и ноги были ему закуты, приколали. Ланцухи, так, и до стены был прикуты и прибиты. Потом его оттуда подняли. Позже его стонт достали, вычеркнули. И обезглавили. И сценили голову. Как вам такой исход посвященного миссионера, того, кто написал больше всех книг Библии? Как вам такое закончение жизни? Особа, которая больше книг написала в Письме Святых. Здесь присутствует Степан Степанович, проповедник с опытом служения. Есть тут Степан Степанович, который имеет большое doświadczenie. Однажды его пригласили на евангельскую программу, на которой 15 человек слушающих. Певного раза его запросили на программу, 15 человек слушали. Я могу ошибиться в цифре у него спросить, потому что с математикой у меня проблемы. Можете его запытать? И его пригласил молодой пастыр, который говорил, Степан Степанович, не знаю, что делать. Все хотят креститься. Млодый пастыр его запросил и говорил, не знаю, что вам делать. Все хотят охщить себя. И он приехал, Степан Степанович, и выступает перед ними. Сказала, моя задача, отговорить вас не креститься. Степан Степанович до них говорил, моим есть заданием, отговорить вас, чтобы вы этого не делали. Потому что вы не знаете, что вас ожидает. Бо не знаете, что на вас ждет. Поэтому глядя на жизнь апостола Павла. Патрусь на жизнь апостола Павла. Его опыт миссионерского служения. Его doświadczenia в службе миссионарской. Который однажды сказал, хорошо бы мне было уже умирять, но остаюсь ради вас. Который сказал, доброе бы было уже умирять, но остаюсь ради вас. И в конце своего миссионерского служения жизни. И на конце своего миссионерского. Его помещают в эту яму. Был помещенный до этой ямы. Мамертин, заковывает его. Был закованный. А потом достают, обезглавливают и все. Позже вычиняю и сочиняю главы. Который сказал, для меня жизнь Христос, а смерть приобретение. Он поведел, для меня жизнь Христос, а смерть Зиским. Давайте мы вернемся к первому аресту. О втором аресте мы вкратце поговорили. О первом аресте. Давайте повручиме до первого арестования. В первом аресте у него был домашний арест. То было таке домовое арестование. Он не был в яме. Не был в яме wtedy. Но тоже был прикован цепями ланцюгу. На каждую руку и на каждую ногу были эти цепи. На каждой арестовке и ног забыли те ланцюги. И он был прикован к солдату. Кто такие солдаты, к которому он был прикован? Ким были те жолнижи, до которого был прикутый? Давайте откроем одно из посланий, которое было написано из темницы. Отвожим мы послание, которое было стон написано. Послание к филипийцам. Филипиан. Первая глава. Первый раздел. Читать будем 12-13 стих. 12-13 версеты. Желаю, братья, чтобы вы знали, что обстоятельства мои послужили большему успеху благовествования. Так что узы мои о Христе сделались известными всей притории и всем прочим. Ах,цы, братья, обыщи видели, что то, что меня споткало, споведовало еще меньшее раскрывение Евангелии. Так что мои вензы с поводу Христуса стали все знаны в целом палацу и у всех других. Апостол Павел был прикован к солдату приторианской гвардии. Апостол Павел был прикутый до жолнижа приторианской армии. Что такое приторианская гвардия? Кто это за солдаты и что это за солдаты? Что это за жолнижистый приторианский? Не знаю, как в Польше, но у нас в Украине есть самая элитная армия, которая охраняет царя, которая охраняет его семью и весь парламент. Мамы на Украине такой специальный отдел, который охраняет президента, его родины, его дом. Царь Август создал полк 10 тысяч численностью для личной охраны его и его семейства. 10 тысяч солдат. Крой Август создал такие 10 тысячи жолнижей, которые были в собственной охране своей. Лучшие элитные солдаты. Найлепшие элитные солдаты. Они же и охраняли вот таких вот преступников, как апостол Павел. И что характерно история говорит, что каждые 3 часа солдата меняли. И не было возможности солдату, который был прикован, снова вернуться к этому же арестанту. Чтобы не было никаких сговоров, никакой дружбы и никакого подвоха. Чтобы они между собой там не умовилися, чтобы не застали приятелами и так далее. Вот этот домашний арест длился 2 года. Те домовое арестование 2 года трвало, 2 лета. Каждые 3 часа меняется солдат. Каждые 3 годины был измененный жолниж. Мне трудно посчитать, сколько солдат прошло за 2 года возле апостола Павла. Трудно есть мне поличать, сколько было этих жолнижей в течение 2 лет. Математики это уже сделали. Тих изменений. 5 840 сричных солдат. 5 880 лет. За 2 года апостол Павел их евангелизировал. И ему было дано время для одного солдата сколько? 3 годины. Только 3 часа. И только его приковывали к апостолу Павлу, у него сразу идея была. Рассказать этому солдату, что я здесь прикован. Невиновный. За каждым разом Павел miał возможность, чтобы евангелизовать. И на каждого жолнижа у него было 3 годины. Представьте себе, если вы невиновны, вас посадили в тимницу. Выобразьте себе, не jesteешь винный и jesteешь посадзоный там до этого венжения. Положай руку на сердце, ответьте себе, мне не нужно отвечать. О чем бы вы молились? Я себе прописал. Консперт никому не дал. Дмитрий себе написал. Он żadному этого не да, что там есть. Главное, будьте честны перед собой. Найважнейшее, чтобы правдиво ответить самому себе. Вот чем молится апостол Павел. Находясь по-человечески в адских условиях. В настоящем аду. Забачьми, о чем молился Павел, znajduющийся в таких околичностях. Мы только что читали с вами. И вот его молитва. Желаю, братья. 12 стих. 1 главы с 12 и 13 стих. И 14. 12 версия. 1 роздил Филиппиан. Желаю, братья, чтобы вы знали, что обстоятельства мои послужили к большему успеху плавиствования. Так что узы мои о Христе сделались известными всей притории и всем прочим. И большая часть из братьев Господи, ободрившись узами моими, начали с большей смелостью, без боязни проповедовать Слово Божье. А хочу, братья, чтобы вы знали, что то, что меня встретило, вызвало еще больше раскрывение Евангелии. Так что мои связи с поводу Христу стали знаны в целом палаце и у всех других. А многие братья в Пана набрали оттухи с поводу моих вензов и с большей одвагой, без ленью начали гласить Слово. Через этих солдат сам Август, который учредил эту армию, он тоже познал Иисуса Христа. През этих солдат сам Август тоже познал Иисуса Христуса. За два года. В ciąгу двух лет. Пять тысяч восемьсот сорок человек. Пять тысяч восемьсот сорок человек. Узнали о Христе. Довиделище о Христусе. Поэтому мы понимаем, к чему побуждает нас сегодня Господь. Разумеем, до чего спонука нас Бога. И нас, прибывших с Украины сюда. И нас, приезжавших из Украины сюда. Немного времени нам дано для благовестки. Немало времени мы для Евангелии. Мы встречаем людей в лесу. Я встречаю тоже. Спотекаем людей в лесе. Я тоже. Мы супругой следили странно-янидне с человеком. Ничего не могли ему сказать. Споткались мы этого мальчизны на юнидле. Ничего не могли ему сказать. Нам нужно дорожить временем. Мамы до ценят час, который мамы. Потому что дни очень духали. Бо дни очень духали. Бо дни очень быстро учекают. Через притерианскую армию сам Цезарь и его семья были обращены. През ту армию сам Цезарь и его родина были наврочены. Потому что находясь там в темнице. Павел не молился о своем освобождении, как многие молились бы из нас. Моя мама постоянно молится о том, чтобы мы быстрее вернулись. Потому что некомфортно ездить. Нам комфортно. А мамочке 84 года некомфортно. Не потому, что условия физические позволяют. Нет. Там внутри душа была. Павел даже не думает о себе. А он думает о этом солдате, которого приковали всего лишь на сколько часов? На три часа. И даже если этот солдат начнет немножко дремать, Апостол Павел цепями его понимает, что у него только три часа. Чтобы он узнал о Христе. Чтобы он узнал о Христе. У меня вопрос для себя и для каждого. Кто был настоящим узником? Павел или вот этот прикованный солдат? Кто был правдивым невольником в этой ситуации? Павел или этот солдат? Он свободный. Он хочет рассказать о Христе. Он радуется. Павел есть свободный, есть радостный и хочет сказать о Езусе. Что он выражает в молитве, которая молится? О чем ему вы в той молитве? И вот результат 14 стих первой головы филиппийцам. И большая часть из братьев в Господе, ободрившись узами моими, начали с большей смелостью безбоязненно проповедовать Слово Божие. 14 версит есть результатом. Поэтому посмотрите на временное наше ограничение украинцев в языковом барьере, в движении, во всем. И пусть это побудет нас к благовествованию. И никто банджи мотивом для Евангелии для нас. Павел говорит, по этой причине я радуюсь, что я в Узах. Есть им радостный, же есть им в тих ланцухах закован. Он настолько был обеспокоен за честь Бога, за проповедь Евангелия, что забывал о себе. На тыле, хча углосить, что в Евангелии о Богу оповядочи, же запоминал о себе. Говорят историки, что тот, кто прикован цепями, на вторые сутки руки и ноги начинают опухать. Он даже этого не замечал. Даже тогда, когда он был там, на 72 метра внизу, вот так прикованный. Просто постойте немножко с поднятыми руками, без цепей, и вы поймете, что ли. Он не думает о себе. А думает о тех, кто рядом. Обращайте свой взор на Христа, а не на свои узы или переживания и трудности. Мы знаем также еще одного апостола, это апостол Петр. Еще знаем одного апостола Петра, который тоже был в узах, тоже был в вензах, и много пел. И очень много спел. Многие заключенных, наверное, подумали, что... Дуже вензи не могло помыслить, что что с ним есть не так. Так и солдат думал, что Павел заключен. А оказывается, наоборот. Солдат был прикован всего лишь на три часа, и он был как бы узником Евангелия. У него не было выбора у солдата, как три часа слушать проповедь Евангелия о Христе. Поэтому наши друзья, наши родственники неверующие, они в заложниках. Наши друзья, наша родина неверующие, они стоят закуты, как бы, этими ланцухами. Потому что мы им должны рассказать о Христе. Мы должны им сказать о Христе. И каждого, кого мы встретим. Каждого, кого мы встретим. Знаю людей. Если им подарят розу, они видят только шипы. Знаю людей, если подаришь ему рожи, он видит только те шипы. Апостол Павел чувствовал себя счастливым, находясь там, в темнице. Апостол Павел был счастливым, когда находился в więзении. И он имел прекрасную возможность. И ему каждые три часа поставили нового слушателя Евангелия. Мел очень хорошую возможность и ко три годины имел иного слушателя до Евангелии. А солдат просто исполнял свой добр. Помните вот тот первый текст, когда мы до свечения с вами говорили? Первый текст, когда до свечения обмывали. Я не хотел бы, чтобы просто исполнять долг, благоветствовать. А чтобы в жизни моей и каждого исполнились слова апостола Павла. Галатам 2.20 И уже не я живу. Но живет во мне Христос. А что ныне живу во плоти, то живу верою. Вот потому мы и все верующие люди. Нет уже Адама, нет Дороти, нет Галинки, нет никого. Есть Христос. Очень правильно и красиво было бы спеть сегодня псалом. Мы теперь христиане. На Украине мы его поем. Шпеваем на Украине такий псалм. Мы христиане. Но мы не готовы его испеть, мы его приготовим. Пели? Не готовы. Павел не жалуется на боли, неудобства на цепи. Он проповедует даже в аду, в узах. Павел не жалил на околичности, в которых есть на те вензы, но он гласит Евангелие когда вы взираете на Иисуса, когда вы взираете на Иисуса, через что бы вы не проходили, будьте радостны, будьте радостны. Фокусируйтесь, фокусируясь на проблеме, вы потеряете радость. В розе увидите красоту и ощутите запах ее. Но не шипы. Четвертая голова, послание к филипийцам. И четвертый стих. Радуйтесь всегда в Господе. И еще раз говорю, радуйтесь. Второе послание к Тимофею, четвертая голова. Другий Тимофеуша, четвертый рождел. С первого стиха по пятый. Итак, заклинаю тебя перед Богом и Господом нашим Иисусом Христом, который будет судить живых и мертвых в явлении Его и Царстве Его. Проповедуй Слово. Настой вовремя и не вовремя. Обличай, запрещай, увещевай со всяким долготерпением и назиданием. Ибо будет время, когда здравого учения принимать не будут. Но по своим прихотям будут избирать себе учителей, которые льстили бы слух. И от истины отвратят слух и обратятся к басням. Но ты будь бдителен во всем. Переноси скорби, совершай дело благовестника и исполняй служение Твоё. То есть 2 лист до Тимотеуса, 4, от 1 до 5. Заклинам Cię więc перед Богем и Панем Езусом Христусом, который будет судить живых и умрлых в часе своего прийска и своего кролестства. Глощ Слово Божие. Налегай в поре и не в поре. Упоминай струфуй и захэцать за вселенной терплевостью и наукой. Прийдет bowем час, когда здравой науки не внесут, но сгромадят в себе научителей ведлог своих пораженностей, потому что их уши свежли и отвертся уши от правды, а взвертся к башням. Леч ты, будь чуйный во всем, знось терпения, выполняй дело евангелисты, выполняй доводь своей службы. Виконуй справы евангелисты. Я немножко опечалю. Услышал информацию дорогого моего брата, что скоро вот эти домики запечатают на зиму. Я ищу новые методы евангелизации. Шукам новых способов до евангелии. Молюсь об этом. И да благословит Бог каждого в служении евангелизации. И нех поблагослави Пан каждого в этой службе евангелии. Аминь. Аминь.